Офигеть, это чё, Хитман что ли? Только без пиджака. Реально капец как похож. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Агост, и мы продолжаем шоу «Привет, президент» в GTA 5. В этом шоу мы с вами играем за наёмного убийцу, а наша главная цель – президент. И сегодня, ребята, мы с вами наконец-таки отправимся на новое интересное задание. Это шоу не выходило у меня на канале уже очень долго. В комментариях вы писали огромное количество сообщений с просьбой продолжить это шоу. И сегодня я, наконец-таки, ребята, вместе с вами снова почувствую себя в роли наёмного киллера. Ну что ж, в общем-то, в самом начале этого видоса, ребята, конечно же, как всегда, хочу попросить вас, призраки, не забывать ставить лайки. Давайте, поддерживайте меня, обязательно ставьте свой призрачный лайк под этим роликом. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в нашу семью, если ты до сих пор не в ней, то к тебе придёт Хитман и вот так вот сделает. Поэтому быстренько вступай в семью. Конечно же, если ты вступил, так же не забудь нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления, о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, в общем-то, давайте, ребята, будем с вами сразу же уже отправляться. Тачка наша сегодня Мазда. Офигенная, ребята, Мазда. Это у нас Корч МХ... МХ-5, по-моему, да, ребята, это МХ-5 Мазда. Офигенная тачка, она безумно круто дрифтит. Я, когда её тестировал, друзья, реально сразу же заметил, что это дрифтовая машина. Поэтому решил попробовать в шоу что-то новое, попробовать Корч. Тем более, пару раз в сообщениях, в комментариях я встречал такие просьбы, чтобы я, наконец-таки, покатался на каком-нибудь Корче. Поэтому сейчас отправляемся в Лос-Антос Кастомс. Я, кстати, его уже благополучно проехал. Так-так-так, давай сюда меточку ставим и отправляемся. Сегодняшнее задание, кстати, будет очень интересно. Оно будет необычное, ребята. Такого раньше у нас не было, как сегодняшнее задание. Но мы по-прежнему с вами охотимся, конечно же, на президента. Просто сама миссия, ребята, будет из разряда что-то новенькое. Поэтому смотрите обязательно видос до конца. Кстати, кто смотрит мои истории на ютубе, видел о том, что я жаловался на погоду в своем городе. Что у нас плюс 10, плюс 11 градусов всего лишь в конце июня было. Так вот, ребята, сейчас все поправилось, все нормально. У нас тут вообще жарит 35 градусов жары. Я просто в шоке, вы не представляете, ребята, насколько хочется мне сегодня покупаться, блин, съездить. Это просто капец, ребят. Но я не еду, потому что мне нужно сделать для вас обязательно видосик. Ну и как вы знали, ребята, из последних роликов, я думаю, вы поняли, что я был достаточно сильно занят. Сейчас сразу же скажу, что я, ребята, уже подосвободился достаточно хорошо, поэтому сегодня взял уже видосик, такой более сложный, про хитмана. А как вы знаете, эти ролики уже посложнее такие в плане и создания, и в принципе реализации. Так вот, я, ребята, возвращаюсь в обратный тонус, как говорится. Будем с вами дальше продолжать снимать крутые видосы, и я знаю, что вы все ждёте сериалов. Поэтому, ребята, скоро они будут. Я помню про это. Я вам обещаю, вы не переживайте. Всё будет. Всё будет, я обещаю, ребятки. Так, ну что ж, в общем-то, давайте с вами уже затюнингуем нашу Мазду. Так, крыша. Чё у нас? Вау! Можно снять крышу. Я даже не знаю, стоит это делать или нет. Ну, давай попробуем. Конечно, это не очень, как бы, для киллера. Так, а мы можем её как будто только разобрать. Что, блин? Ну, это спойлер мне вообще не нравится. Вот этот побольше, он как-то посимпотнее, по-моему, смотрится. Конечно же, занижаем её трансмиссию, гоночную, турбонаддув, турботюнинг, колёса, обязательно шины пулестойкие, но сами, сами диски я менять не буду. Мне не нравится. Очень неплохо смотрятся. Так, стёкла, стёкла, стёкла. Можно затонировать. Я не понимаю, что такое тут тонировка делать в данном случае. По-моему, практически ничего. Ну, тоже, давайте, ребята, будем с вами выезжать. Вот таким образом. На немножко обновлённой Мазде стопудово она сейчас будет быстрее. Плюсом к этому теперь она у нас будет ещё лучше дрифтить. Ооо, вы просто посмотрите на это! Ребят, я, если что, играю без мода на дрифт, это чисто соло-тачка. Без мода она так дрифтит. Офигеть, Мазда, ты чё творишь, блин? Ну, я знал, что у неё, как бы, задний привод, там, все дела, но чтоб настолько жёстко дрифтить. Она даже сейчас, он дрифтит просто на скорости сто километров в час. Она просто гонит, ребята, её заносит. Офигеть! Это круто, друзья. Это очень круто. С тачкой разобрался. Дальше нужно прикупить себе оружие. Какую бы пушку прихватить на сегодняшнее задание? Я даже и не знаю. Задание будет проходить у нас, получается, в помещении. Я думаю, ППХ бы очень хорошо подошла. Например, такая. Побольше патрончиков. Стандартный магазин мне не подойдёт. Нужно обязательно увеличить на ёмкости с глушителем. И я бы присмотрел себе какую-нибудь раскраску. Например, такую. Дальше. Обязательно мне понадобится дробовик. Поскольку битва будет происходить в закрытом помещении, я думаю, когда противники будут наступать, он мне сильно поможет. Дальше, дальше я бы присмотрел себе, наверное, винтовку. Обычную улучшенную винтовку. Старое, хорошее оружие, которое никогда меня не подводило. Обязательно большой ёмкости магазин, фонарик, прицел и глушитель. Дальше приступаем к подбору ПП-шечек. ПП-шечку я бы взял себе, наверное, всё-таки ПОЗ. Отличное оружие. Оно идёт сразу же с глушителем. Я пользуюсь им практически в каждой своей миссии. Увеличена ёмкость, фонарик, рукоятка, прицел. Пушка полностью собрана. То, что нужно. Дальше. Можно осмотреть особый карабин. Он, в принципе, тоже неплохое оружие. Поэтому возьмём его. Все те же самые апгрейды. Я, в принципе, всегда беру, можно сказать, то же самое. Выбор мой очевиден, я думаю, в этом случае. Рассматривать такие варианты, как РПГ, гранатомёты, мини-ганы, пулемёты, снайперки я не буду. В целом, я думаю, мне они сегодня не пригодятся. Но на всякий случай прихватил бы нож, потому что вполне себе, вероятно, мне придётся играть немножечко по стелсу. Гранаты. Неплохая вещь. На всякий случай возьму. Бомбы-липучки тем более. Если противники будут наступать, можно заложить бомбу-липучку и просто подорвать их всех. На всякий случай возьму целый пак. 20 штук. Всё. Можно покидать амуницию и отправляться на разведку сегодняшней локации. По данным моего координатора, на месте меня будет ждать небольшой сюрприз в виде протеста. О, Господи. Огромное количество людей. Уничтоженный полицейский вертолёт. Мёртвые ОМОНовцы. Взорванные машины. Офигеть. Это очень интересное задание. Я уже предвкушаю что-то достаточно специфичное. Ладно. Хорошо. Оставим тачку здесь. Надо маленько прогуляться по территории. Я бы сказал, настоящая судно. Ночь здесь какая-то происходит. Я думаю, власти в скором времени будут давать отпор. Но когда это произойдёт, а точнее до этого момента, у меня есть шанс провернуть свою миссию и уйти отсюда незамеченным. Наличие снайперов. Да, снайперы есть. Несколько штук. Пока что насчитал двоих. Сверху ещё один. Вон там, прямо на верхушке. Здесь люди. В большом количестве. И также полиция, которая охраняет мэрию. По моим данным, президент должен находиться сейчас внутри. Насколько я понимаю, он готовит речь. Ну, точнее, как мне сказали. Наверняка так оно и есть. Но будет ли выходить он на улицу? Это огромный вопрос. И когда это произойдёт, меня вполне могут уже раскусить. Поэтому сейчас нужно отыскать какую-нибудь лазейку, как пробраться внутрь незамеченным, чтобы провернуть это дело как можно быстрее. В целом, в данном случае мне помогает, конечно же, мой прикид. Потому что благодаря такому прикиду меня могут посчитать за своего. Кстати, вот одно интересное местечко. Правда, его охраняет полицейский, но я думаю, есть возможность его проскочить. Так, хорошо, пока не смотрит. Я, пожалуй, спрещу сюда. Отлично. Так, можно заходить. Вот так. Что у нас тут? Так, тихо, тихо, тихо. Главное, сейчас не попасться на глаза. Так, хорошо, хорошо, нужно осмотреться. Так, с этой стороны. Ага, несколько полицейских. Это означает, что сейчас мне нужно притвориться секьюрити президента. Но я думаю, те копы ничего не заподозрят, потому что они же знают, что здесь на патруле должны стоять несколько копов. Хотя один из них слепой, а другой просто... О, господи, чем он занимается там? Ладно, хорошо, надо выходить. Главное, спокойно. Просто спокойно, держим все под контролем. вот так, хорошо. Все, отлично. Парни, привет! Так, поднимаемся. Что у нас тут? Так, зал. Главное, не подавать виду, то, что я здесь впервые, что ничего не знаю. Надо осмотреть помещение полностью, узнать, сколько здесь охраны. Я вижу огромное количество полицейских, все вооружены. Причем, причем... Так, тихо, вот президент. Это президент. Так, он пошел за мной. Твою... Надо как-то... Надо как-то отсюда сваливать быстрее. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, в эту часть уходим. Он за мной идет. Что, блин? Что, блин, происходит? Так, 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 в туалет. Отлично. Просто заходим в туалет. Где он? Я его не вижу. Где он? Так, он за мной до сих пор идет? По-моему, да. По-моему, да. Спокойно, спокойно, спокойно. Отличное место, чтобы сделать это, кстати. Ух ты, блин. Так, как поворачиваются события? Значит, мы можем подкараулить его здесь. Это очень хорошо. Одно из самых лучших мест для того, чтобы его убить. Значит, сейчас теперь мы идем за ним. Так, он отправляется вверх по лифту? Или наоборот вниз? По-моему, вверх. Вот сюда. Простите. Да, он здесь, наверху. Значит, он идет у нас в правую часть, куда идем и мы. Он очень волнуется, насколько я вижу. Прям нормально так. Ну, ладно, хорошо. Не подаем никакого виду. Он идет в свой кабинет, по всей видимости. Да, это его кабинет. Значит, сейчас нужно посмотреть, какие еще места могут подойти для совершения преступления. Это точно нет. Здесь, видимо, принимают участников протеста. Так, здесь офис какой-то. Здесь просто тоже офис общаются, сидят. Хорошо. Что у нас тогда дальше? Здесь, я так полагаю, тоже будут везде офисы. Да. Есть у нас небольшой бар здесь. Можно попробовать подойти сюда. Постоять немного, перекусить. Вот так, отлично. А президент тем временем у нас в кабинете. Ладно, хорошо. В таком случае пройдем в эту часть. Что у нас здесь такое? Блин, какая сложная миссия все-таки сегодня. Я понял, что это за место. Так, ух ты, диджейский пульт здесь, видимо, управляют записью видео. Я так и думал, что он будет записывать обращение к народу с целью угомонить всех. Но, видимо, что-то у него не получилось. Есть еще одно место. Попробуем зайти сюда. Вау! Это у нас... Это крыша! Офигеть, блин! Что? Он серьезно спускается сюда? Да-да-да-да-да-да-да! Тихо-тихо-тихо-тихо! Отлично! Отлично! Так, самый лучший момент для этого. Со спины подходим и... Один удар! Хорошо! Черт побери! Как? Как сразу же? Как сразу же заметили? Так-так-так-так-так, спокойно! Иди отсюда нафиг! Получи, блин! Хорошо, перезарядочка. Так, кто там еще? Кто еще хочет получить? Давайте, давайте сюда. По одному. Для этого мне и нужен этот пистолет. Для того, чтобы подстреливаться в помещении. Так, все, можно действовать. Будем сами наступать. осматриваемся быстренько по сторонам. С этой стороны должны быть несколько человек. Так, вот этих убиваем. Хорошо. Так, где здесь полиция? Вот! Отлично! Так, сюда. Хорошо. Получай, блин! Отличненько. И еще один. Все, хорошо, готовы. Готовы. Так, здесь никого. Чисто... Так, вот они! Кто-нибудь есть еще? Так, этого добиваем. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, здесь, по-моему, тоже должны быть несколько человек. Да, все с оружием. Получи, блин! Отлично! Так, осматриваем. Осматриваем все. Так, здесь внутри. Никого. Хорошо. Так, значит, сейчас можно, в принципе, сваливать. Черт, если пойду здесь, будут большие проблемы. Просто гигантские. Здесь меня точно примут, там очень много полиции, я могу потерять очень много здоровья. Думаю, это не самый лучший вариант, поэтому... Вау! Блин! Я наверх поднялся! Черт, блин! Так, надо вниз! Надо спуститься вниз! Срочно! Вот так, отлично! Отлично, еще ниже! Так, полиция! Здорово, парни! Здорово, блин! Как у вас дела? Получайте. Так, ты тоже. Ты что даже понять не можешь? Вот так тебе. Отличненько. Так, здесь есть кто-нибудь? Вроде чисто. Так, хорошо, можно выходить. Вот уже здесь понадобится автоматик. Вау! Чуваки! Это... Это наши. Это наши. Они хотят штурмовать мэрию, что ли? Нифига, блин, я тут забаруха! Так, мочим, короче. Просто мочим всех уже. Вот так, отлично! С этой стороны. Так, гранату! Можно гранату? Получите, блин! Вертолет падает! Чего? Офигеть! На тебе! Так, на, блин! Так, полиция приехала. Получай! Так, в эту сторону. Быстро, 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 быстро! Так, как бы пробежать сейчас? К тачке. К тачке нужно направляться. Так, хорошо, хорошо. Да иди нафиг, блин! Кто по мне стреляет сейчас? С вертолетов, что ли, так много? Получи. Так, этих тоже отстреливаем. Так, спокойно за тачку. Здорово, дружище! Ты че тут встал-то? Получи, блин, нафиг! Вот так, хорошо. Прячемся, прячемся, прячемся. Так, вертолеты очень сильно мешают. Да, все-таки зря я не взял пулемет какой-нибудь или гранатомет. Я бы думал, он мне сильно помог сейчас. Так, вертолет, иди нафиг отсюда! Вот так, хорошо. Все, надо спрятаться, надо спрятаться. Так, этих расстреливаем. Получай! Так, отлично. Ты тоже там че стоишь? На-на-на-на-на, блин! Зажимаем в них просто. Надо посик, надо посик взять. Или вот этот автомат. Да, отличный вариант. Вот так, хорошо. С ним будет поэффективнее. Он на дальней дистанции работает лучше. Так, этих тоже. Получайте, блин, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Парни, здорово, че пригнали-то оба? Уже поздно, блин. Вот так, отлично. Отлично. Так, где у нас гранаты? Вот так, это хорошо. Так, туда, одну туда, так, и одну наверх. Получай! Как тебе? Блин, нифига не попал. Так, где моя тачка? Вот она. Хорошо. Все, усаживаемся. Вперед, 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 вперед. Давай, 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 заводись. Вот так, хорошо. И сейчас просто в дрифте. Вот сюда, в эту сторону. Хорошо, блин. Так, только бы не врезаться, конечно. Давай, 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 давай. Получай. Хорошо. Так, объезжаем его. Вот так, отлично. И просто вот сюда сваливаем. Все, 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 хорошо, хорошо. Так, сейчас надо вниз. Падаем вниз. Вот так, отлично. Блин, тачка капец. Я еще до сих пор ее не испытал даже. Так, нажимаем турбо. Вот так, хорошо. Блин, она дрифтит просто на такой скорости. Что за бред вообще? Так, набирает, набирает. 220 уже сейчас будет. Офигеть, блин. Неплохо. Эдит для корча очень неплохо. Тем более, который предназначен для дрифта. Офигеть, какие скорости она набирает. Это очень хорошо. Ух ты, блин, ну заносит ее, конечно, капец, как знатно. Я бы маленько все-таки поигрался с управлением еще на этой машине, чтобы понять, как все-таки правильно на ней гонять, ребят. О, кстати, мне дали секретную звезду розыска, но я ее не набрал. Нужно еще нам с вами набрать 855 поинтов, чтобы нам выдали эту звезду. Но ничего страшного, ребята. Если бы я эту звезду просто получил, я бы уже от полиции навряд ли скрылся там, потому что были бы уже танки, роботы, спецназ там различный, военные и прочие личности, которые бы меня просто убили. Это бы просто была жесть. Я уверен, что я бы навряд ли выжил. Ну что ж, в общем-то, вот такое здание у нас сегодня с вами было. Я маленько попробовал, как вы видели, в другой роли сыграть, то есть... Что за звук? Что за звук, блин? Взрывайся нафиг. Так, все хорошо. Попробовал маленько в другой роли сыграть, в роли такого РП персонажа, то есть просто отыграть как РП. По-моему, было очень классно, ребята. Если вам понравилось, хотите больше таких роликов, обязательно ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы уступить с вами призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.